Динар, вот сегодня для меня такой предсказуемый вечер, потому что ты вновь пригласила в нашу студию депутата, мы жили с парламента, и когда ты приглашаешь депутата в нашу студию, для меня всегда они какие-то предсказуемо положительные. Я не знаю, каков будет наш сегодняшний гость, что ты скажешь об этом? Ну, я могу сказать тебе, что в 2011 году он был в списке самых влиятельных бизнесменов журнала Forbes, и я думаю, что это тебя хоть как-то, наверное, заинтересует. Интересно. Добрый вечер, вы смотрите Sky Studio, с вами вновь Баян Исентаева, Динара Таджан, и наш сегодняшний гость, депутат мажориста парламента Румин Мадинов. Румин Резович, добрый вечер. Отлично выглядит. Добрый вечер. Добрый вечер. Мы обычно целуем наших гостей. И нам впервые, вот знаете, вы джентльмен настоящий, нам впервые целуют ручки. Проходите. Да, спасибо. Баян немного всегда теряется, когда мы приглашаем в студию депутатов, потому что для нее Астана это такой закрытый политический город, депутаты практически инопланетяне. Не то чтобы инопланетяне, но дело в том, что, в общем-то, я человек достаточно образованный, но, наверное, меньше всего в этой стране я знаю о депутатах. У нас популярен, естественно, наш президент, премьер-министр, хоть какую-нибудь информацию можно о нем найти. А вот депутаты, они такие достаточно предсказуемые. Жена, трое детей, такой-то год портком, местком, комсомол и так далее. То есть абсолютно неинтересная, официальная, о вас сухая информация. И больше, в общем, ничего. И не знаю, вот на данный момент не могу вспомнить ни одного очень яркого, но я бы сказала артистичного депутата, потому что вы все-таки, на мой взгляд, должны быть интересными, а не вот такими закрытыми в таком вакууме в своем, в парламенте. Мне кажется, при всем, именно в отношении к депутатам, они должны быть такими потажными, как Владимир Вольфович, Жириновский. Ну хотя бы такими. Бен, мы всегда должны помнить, каждый должен делать свою работу. Вот вы, два диктора, вы должны быть шикарными, умными, остроумными. А у депутатов основная работа, вообще мы должны писать законы. Мы должны писать законы, мы должны выверять каждую букву, запятую. И еще мы должны принимать бюджет, это тоже закон. Вот это наша основная работа. Тем не менее, вас выбирает народ. И чтобы вас выбрали, вы должны быть яркими прежде всего. А потом вы должны писать для нас законы. Вас же выбирают, вы встречаете своим электоратом. Вы чем-то должны заинтересовать публику. Вот вы чем заинтересовали свой электорат. Вы должны красиво говорить, вы должны красиво убеждать. Это ваша профессия. На мой взгляд, возможно, я ошибаюсь. Среди депутатов очень много людей, которые и красиво говорят, и поют, и занимаются спортом. Все это есть, но все-таки основная наша задача, еще раз повторюсь, наверное, это может быть скучно, Баян, но писать законы, поправлять каждую букву, принимать все и участвовать во всех этих законотворческих делах. Вот это, просто мы привыкли из тех 90-х годов, что депутат, это должно быть что-то бурное, это митинги, это вот все остальное. Но на самом деле, повторюсь, задача депутатов писать. И мне кажется, вот сейчас как раз тот состав парламента, который в последнее время есть, может, почему и нет таких эпатажных личностей, потому что все как раз сосредоточились на своей профессиональной деятельности. И тем не менее, говорю, как глаз народа, хочется знать, кто для нас пишет закон, кто эти люди, кроме того, что они в коричневых, серых, в черных пиджаках, кто-то выше, кто-то ниже, кто-то с животом, кто-то нет, кто-то спит, а кто-то активно поднимает руку. И очень мало мы знаем о депутатах как обычных людях. Я думаю, что сегодня у нас будет возможность раскрыть. Мы вот сейчас этим и занимаемся. Ромен Розович, мы не случайно приглашаем в нашу студию депутатов, потому что у депутатов на самом деле в народе, к сожалению, не очень хороший имидж. Хотя, допустим, вы же часто бываете в регионах. Вот когда вы приезжаете в регионы, вас как встречают? Ну, в первую очередь от нас не столько, как мы выглядим, а как мы при этом себя ведем. Самое главное, чтобы мы, наша задача в регионах, доносить правильно те законы, которые мы принимаем. Вот они вам верят, скажите? Вот они вас ждут, вашего приезда? Или же для них каждый ваш приезд немного напряжение вводит? Я являюсь членом партии Нур-Атан, и нам, Нур-Атановцам, очень легко в этом плане, потому что над нами, за нами стоит наш президент, лидер нашей партии. И понятно, что в первую очередь верят ему. А наша задача правильно донести те мысли, которые были высказаны главой государства, то, что мы приняли в законах. Наша задача быть правильным проводником. Может быть, поэтому, я еще раз повторюсь, были 90-е годы, было очень все шумно, были митинги, сколько было ярких личностей. Ну, сейчас это время эпатажности прошло, каждый должен делать свою работу. Дворник должен выходить каждое утро, убирать снег. Ну, так положено, это его работа. Депутат должен, в первую очередь, он должен писать законы, а все остальное, может быть, вне работы депутаты. Мы играем в футбол, мы являемся уже, наверное, десятикратным чемпионом по футболу среди парламентов СНГ. Каждый год проходит турнир в Сочи. Но, тем не менее, вы закрыты для общества. Вы же ведете закрытый образ жизни. Вы мало появляетесь в СМИ, редко даете интервью. Это обо мне или обо всех депутатах? Ну, вот вас, которые дают интервью, очень мало. Вы же 15 лет сидите в парламенте, да? То есть вы же такой депутат с таким огромным опытом. Вот скажите, когда вы приезжали раньше, да, в регионы, вот вы сейчас приезжаете, вот вам верят, честно? Доверие есть, стараемся отвечать максимально честно, потому что, еще раз, наша задача не зарабатывать очки, а максимально донести эту информацию сверху донизу. А так в обычной жизни, ну, мы те же люди со своими проблемами, с бедами, где-то положительные вещи, где-то отрицательные. Да, ну, каждую можно покопать, и во мне столько же, если будете копать. Вот мы сегодня вас и пригласили, чтобы не просто покопать, а чтобы понять, кто сегодня наш депутат, да, кто сегодня наш народный избранник, кто сегодня пишет законы. Нынешний состав парламента, я уже депутат 4-го созыва, есть очень профессиональные люди, кажут в своей отрасли. Допустим, есть Петухова, которая, Надежда Михайловна, которая, ну, просто мэтр в медицине, и благодаря ей сейчас какие-то вещи очень правильно проходят. У нас сейчас пришли очень сильные юристы, которые именно с точки зрения законодательства вкладывают свои вещи. Поэтому там точно есть профессионалы, даже не сомневайтесь, и во всех партиях, и в Акжоле, и в коммунистической партии. Там тот же Косарев очень хорошо знает сельское хозяйство, за него бьется. Поэтому, мне кажется, вот в обществе надо немножко... Вот то мнение, вы же все, вы же выражаете мнение, его нужно тихонечко как-то менять, что в первую очередь это черновая работа. Приходят вот такие экипы законопроектов, их нужно все читать, нужно вдумываться, каждый иногда от запятой зависит, или там зависит очень много вещей, нужно вдумываться. Поэтому, мне кажется, вот нужно потихонечку вот... Орел депутатства... То есть мы должны это менять? Мы все вместе, и в первую очередь, наверное, мы... Я просто хочу сказать, что мы должны менять. Не, Баяны, и мы тоже, в первую очередь. Наверное, лучшим ответом это будет наша качественная работа. Ну вот вы сказали, что госпожа Петухова очень хорошо разбирается в медицине. Один из примеров, да. А мне вот интересно, где вы проходите медицинское обследование? Я прикреплен к нашей клинике, как положено, но при этом, честно могу сказать, я туда очень редко хожу, иногда обследование не прохожу. То есть вы абсолютно здоров? Я, наверное, такой же человек, тоже простываю, но у меня немножко другой подход. Я лет, наверное, уже 30 не пью ни одной таблетки. Совсем не выпиваю. Поделитесь секретом, почему? Ну, я считаю, что есть иммунная система в организме. То есть, как бы их... Если человек начинает температурить, то нужно, чтобы он дотемпературил, и в организме прошёл этот процесс. Я не скрываю, я иногда в обед довольно часто выпиваю на 50 грамм водки, но я считаю, что это как бы с точки... Не более, не более. Ну, и с точки зрения там дезинфекции... То есть голова болит, вы аспирин не пьёте? Нет, голова с 50 грамм не пью никогда. Я даже не знаю, что такое... А как вы лечитесь, когда простуда? Аспирин. Я стараюсь один день голодать, голодать, пить жидкость, всё. И вам этого достаточно, чтобы вылечиться? Ну, вот, до сегодняшнего дня дожил. 30 лет вы не пьёте лекарства? Никакие. Единственное, что могу сказать, вот то, что вы сказали, был аппендицит хирургический вмешательство, здесь всё, поехал в нашу клинику, мне его вырезали. Ну, скажите честно, чекампы, наверное, проходят в Германии? Один раз за всю жизнь проходил, честно. Один раз всё мне... Ну, единственное, сказали печень немножко там. Отдыхаете вы за границей? Всякое бывает и в Боровом, и за границей. Абсолютно спокойно. Ромин Ризович, ни для кого не секрет, что вы очень богатый человек. Наверное, это не, наверное, это ореол. Я не бедный, я точно не бедный. У меня есть декларация, я официально декларирую свои доходы. В 2011 году вас официально журнал «Форбс» признал в 50, да, вы в ваших 50 самых влиятельных бизнесменов Казахстана. Да, был такой случай, но это, наверное, больше, наверное, забылые заслуги. Потому что я начал заниматься бизнесом в 89-м году. И я как бы уже, когда, уже пришёл в депутаты, я уже был состоящийся человеком, у меня уже на тот момент были акции, и всё, оно было официально задекларировано. Поэтому называть себя точно не могу сказать, что я богатым, потому что я занимался сельским хозяйством. В сельском хозяйстве тяжело быть. Есть казахская поговорка, голодным не будешь, но и богатым не будешь. Поэтому, ну, поэтому я... Мы готовы к интервью. Сегодня читали с Абаян. Вот как раз нашли эту информацию про, где вы входите в 50 самых влиятельных бизнесменов Казахстана. И там было, по-моему, где-то около 30 сельхозпредприятий. 27, если память не изменяется. Сельхозпредприятия. Которыми вы руководите. То есть там... Руководил. Элеваторы. Как говорят, сельскохозяйственники, зерновик, да, можно сказать. Вы зерновик. И причем такой богатый зерновик. Были или есть, или как? Вот где ваш бизнес сейчас? Кто им управляет? Все, я сейчас ушел из этого бизнеса. Продали? Большую часть я продал. Но продал для того, чтобы закрыть, в первую очередь, кредиты банкам. То есть в этом плане моя совесть чиста. Потому что на самом деле сельхозбизнес, он очень закредитованный. И в этом плане здесь сложно, реально говорю, сложно заработать большой капитал. То есть объемы могут быть большими, сколь угодно, но обязательства перед банками всегда чуть-чуть выше. А вы в депутаты пошли, потому что у вас с бизнесом не получилось? Нет, абсолютно было все нормально. Партия была создана в 99-м году. Ее создавали именно крупные зерновые компании. Вы говорили про аграрную партию. Аграрную партию. Это был 99-й год. Я был один из тех, кто создавал. И мы создавались, мы не скрываем, как лобби для продвижения именно экономических интересов сельского хозяйства, не политических. И вас затянуло. Я абсолютно убежден, что ту миссию мы выполнили, потому что были приняты очень хорошие законы. Был принят закон о зерне. Аналогов до сих пор нет на всей территории посоветского пространства. К нам приезжает за опытом. У нас принят закон о государственной поддержке грабромышленного комплекса. Тоже то, чего не было. И до сих пор в некоторых странах мы официально ввели субсидии. Я считаю, то, для чего создавалась аграрная партия, мы свою миссию и выполнили. Вы не жалеете, что ушли из бизнеса? Потому что я так предполагаю, что если бы вы остались все-таки в своем бизнесе, то сейчас вы бы, наверное, вообще были бы в Форбсе номер один. Вопроса нет. Еще раз. Все хозяйственные бизнесы – это не тот бизнес, на котором зарабатываются большие капиталы. Это раз. Второе… То есть, если бы вы заработали большие капиталы, вы бы не пошли в политику? Вам недостаточно было того, чего вы зарабатываете, поэтому вы увидели себя в политике? Нет, здесь, наверное, не так. Нет, ну а как человек вообще переходит с одной стадии развития в другую? Я всегда занимался общественной работой, и у меня, честно скажу, я считаю, что получается лучше. Рабин Резеевич, мы уже 15 лет в парламенте. Значит, это говорит о том, что вам нравится быть депутатом Мажелиса? Здесь не то, что мне нравится, что работа, являясь депутатом, имею возможность влиять на законодательную составляющую. Есть какие-то возможности влиять и помогать, в первую очередь. Не влиять, а помогать именно развитию сельского хозяйства. Мне вот это гораздо больше, потому что я абсолютно убежден в том, что Казахстан, в первую очередь, это аграрная страна. И те возможности, которые у нас заложены, это гораздо больше, чем при всем уважении к нефтянке, к металлургии. Я считаю, что здесь у Казахстана будущее. А чем вы говорите? Комбайны у нас хорошие вообще? Они вот на каком уровне развития у нас? Тракторы, комбайны. Сейчас я, допустим, очень часто бываю в поселках, в аулах, потому что я там снимаю кино. И, честно сказать вам, состояние нашего трактора, мы не смогли найти для себя трактор современного, ну как сказать... Современный трактор. Современный трактор. 21 века. 21 века. Вы абсолютно правы. У нас, к сожалению, нет своих комбайнов. Но у нас есть суперхорошие с кондиционерами немецкие комбайны. У нас есть американские. Они вот по полю двигаются, работают. Они американские комбайны, которые стоят и 200, и 300 тысяч долларов. В этом плане, не важно же, какого цвета кошка, лишь бы она мышей ловила. Если это у нас хорошо убирает американский комбайн, пусть убирает он. Если немецкий класс или джунди, пусть убирает. Понятно, что я, если брать уже дальше, что плохо, что мы пока не производим комбайнов собственных. Вообще у нас этого нет. А у нас во всех городах, в весях, то есть в аулах и в сельской местности, американские комбайны? Нет, конечно нет. Потому что в тех, в которых я была, под Алматой. Я не видела таких комбайнов. Я бы с вами абсолютно согласен. А где такие американские комбайны у нас? Есть также вот... Ну где, где? В каком поселке? Давайте посмотрим, что... Нет, я вас свожу, все покажу. И американские комбайны, и немецкие комбайны не есть. Просто насыщенность очень маленькая. Здесь уже проблема другая. Короткие деньги, дорогие деньги. Лизинг очень короткий. Там у нас на 9 лет, а комбайн должен минимум 15-20 лет, потому что он заменьшился, не окупится. И мы потихонечку, потихонечку вот эту систему выстраиваем. И поверьте мне, в течение ближайших 10 лет произойдет модернизация. И большинство комбайнов... И не обязательно, чтобы они были. Я не соговорился, что у нас нет своих комбайнов. Мы делаем сборку российских комбайнов сегодня начали. Я думаю, в ближайшее время начнем и немецкие аналоги собирать. Мы сделаем модернизацию, жизнь заставит. Ромен Рязович, вы же помогаете сельским предпринимателям, да? То есть вы же продвигаете их интересы, фермеров, сельскохозяйственников. Скажите, чем лично вы помогли им? С точки зрения того, что лично я... Еще раз говорю, есть ежедневная работа, но конкретно есть законопроект. У вас есть законопроект, который вы лично ведете, да? Есть закон о зерне, где мы прописали о том, что элеватор – это публичный договор. Раньше же было как? Элеватор – это моя личная... Я его купил, это моя личная кормушка. Все, никого туда не пускают. Мы сделали договор публичным. Теперь любой, кто первый привез туда, имеет право хранить там зерно. То есть это базовая вещь, то, что приняли закон об акропромышленном комплексе, о поддержке, о государственной поддержке. Там написали, что государство обязано субсидировать сельскохозяйственную производство. Это очень тяжелая вещь была с точки зрения макроэкономики, потому что был момент, когда... Какие субсидии сейчас получают сельскохозяйственники? Очень. Если сейчас начну перечислять, на самом деле... Это большие деньги? Это очень большие деньги. На сегодняшний день это около 120 миллиардов. Субсидии – это то, что выдали и не возвращается. И благодаря этому у нас сейчас начинает развиваться по овощам очень большие, по мастичным культурам, по подсолнечному маслу, то, что мы сделали. Когда начали... Сначала мы начали субсидировать зерновое производство. И хочу сказать, что Казахстан входит регулярно в семерку мировых экспортеров зерна. То есть задачу, которую поставил президент ВАИВ-30 ведущих государств мира, зерновики ее уже выполнили. Мы первые в семерке мировых экспортеров. Мы производим больше всех в мире продукции пшеницы на душу населения, на каждого казахстанца. И мы занимаем абсолютное первое место в мире по экспорту муки. По другим показателям может быть... И вы говорите, что это невыгодно. Это же очень выгодно получается, если мы столько экспортируем. Это произошло выгодно за счет субсидий государства и за счет помощи банков второго уровня. Фактически банки второго уровня на сегодняшний день субсидируют сельское хозяйство. Это надо признать. При всем нашем у некоторых отношении к банкирам, наши казахстанские банки второго уровня, реально они вытянули зерновое. Давайте самый популярный вопрос от народа зададим – это размер пенсии. Моя мама и мой папа 40 лет работали на наше государство. В итоге они получают, по-моему, совместно, если их соединить, около 70 тысяч тенге. Ну вот я думаю, если бы моя мама не родила бы, скажем, свою дочь в виде меня, да, то я бы не знаю, как бы она сейчас жила бы на эти 70 тысяч тенге. Я с вами абсолютно согласен в том, что пенсии нужно увеличивать. Сегодня размер не тот, но откуда берутся пенсии? Деньги же берутся не из воздуха, мы их должны с вами заработать. Мы скрывать не будем, что у нас на сегодняшний день производительность труда, даже в том же сельском хозяйстве, в любой другой отрасли, она гораздо ниже, чем в других развитых странах. Мы все время ставим, в пример, возьмем Японию, да, пенсии очень большие, но Япония на душу населения зарабатывает около 40 тысяч долларов в год, а мы только потихонечку растем, у нас сейчас 13 тысяч. То есть, грубо говоря, это сколько каждый пошел, вскопал картошки, сколько каждый убрал снега, сколько каждый произвел мяса, сколько произвели… То есть, вот в этом плане вопрос. Он сидит в нас, в наших детях. То есть, чем лучше мы будем работать, тем лучше мы создадим ту базу, которая позволит нам с вами, нашим детям получать достойную пенсию. Ну, вот вы говорите, мы с чем лучше начнем работать. Это как понять? Чем лучше мы начнем работать? Это производительность труда. То есть, грубо говоря, если мы… Что такое производительность труда? У нас увеличиваются там заводы, фабрики, производства. Что мы производим? У нас увеличиваются заводы, фабрики. У нас уже на сегодняшний день доход на душу населения вырос в три раза. В три раза. И, соответственно, у нас и пенсии растут. Но мы сегодня около 13 тысяч долларов. Но нам нужно достигать того уровня, который на президент поставил. Мы должны минимум 30 тысяч долларов зарабатывать на каждого казахстанца. На каждого, включая грудного ребенка. Вот это значит, нужно пахать нам нужно всем. Давайте будем откровенны. Но с точки зрения производителя, у нас больше там очень много неработающих. У нас очень много людей, которые там занимаются непроизводительным трудом. Вот это нам нужно убирать. Кто должен стимулировать? У нас же нет такой мечты. Вот у американцев есть американская мечта. Родился бедным, стань богатым, да? А вот у нас какая мечта? Каждый себя должен начинать. Но мне кажется, для этого должны быть герои нашего времени, которые будут давать примеры, примеры, которые будут стимулировать, мотивировать, чтобы... Ну, здесь вопрос больше к вам. Вы должны приглашать, наверное, сюда уже больше не депутатов, а людей, которые, ну, реально... А не думайте, вы же все равно все-таки... Который взял там три коровы, из них сделал 35 коров, которые один там обрабатывают столько-то продукции. Но вы разве не герой нашего времени? Вы же тоже становились как-то... Вы же не родились депутатом, вы же не родились богатым человеком. Вот вы где родились? Я родился в селе Козелту, это север Кочетовской области. Я могу сказать, что я свою первую зарплату заработал. В пятом классе копал ямы по телеграфной столбе, это было 35 рублей, это был 73-й год. Потом я каждое лето себе зарабатывал на костюм в школу, это была традиция. Я в 16 лет пошел работать токарем-фрезеровщиком четвертого разряда. И в этом плане был студентом, работал на трех работах. То есть я до 12 лет жил в ауле, и для меня вытащить навоз, корову подоить, это абсолютно нормальная вещь. То есть сейчас вы тоже можете? Легко. Да. Я работал дворником, я работал фрезеровщиком, я плотник четвертого. Потому что я всегда замечаю, что успешные люди, они, как правило, вот именно с детства не лентяи. Ну, где-то жизнь заставляла, где-то... Ну, у меня мой сын, он тоже работал грудщиком, хотя мог бы уже не работать, но я его заставлял. Дочка, учась в Англии, приезжала и работала продавщицей в магазине. Ну, как бы, ну, я считаю, это норма. Их нужно долбать с этого возраста только тогда. У них и отношения будут к другим деньгам. То есть детей нужно с детства приучать к трудолюбию? Однозначно. Либо это должен быть спорт, чтобы они пахали и там, не знаю... А вот сейчас вы живете в Астане в частном доме? Нет, на квартире, в шестой этаж. В депутатском доме? Меньше 200 квадратных метров. Почему так скромно? С вашими возможностями? Вы знаете, устраивает. Устраивает. Устраивает абсолютно полностью. А почему? Все казахские мужчины, как правило, ну, все казахские семьи, я бы сказала, мечтают жить в частном доме. Я тоже мечтаю жить в частном доме со своим двориком, садиком. Я первый дом построил в 91-м году, три уровня. Все у меня амбиции, как бы, и я понял, что тут неважно, кому-то нравится жить в доме, кому-то в квартире. Тут, наверное, важен комфорт. То есть вы уже это переросли, да? Боюсь, да, чуть-чуть переболел. То есть материальное вообще для вас все это все? Нет, есть материальные вещи, понятно, что нужно зарабатывать, есть дети, нужно заботиться, есть внуки, которых в этом плане. Но я спокойнее к деньгам, очень спокойно отношусь в этом плане. И не боюсь остаться без работы, и не боюсь обанкротиться. Может быть, когда они спокойно лежат, тогда вы спокойно к ним относитесь? Нет, никогда. У вас здесь лежат деньги в банке? Никогда за душой. У вас нет денег в банке? Спокойно, там какие-то текущие расходы. Ну, то есть там каждое первое число вы получаете зарплату? Нет, нет, помимо этого еще какие-то запасы есть. Ну, как сказать? Ну, боя права, спокойствие всегда... Вот динара, наверное, поймала, да, то, что я хочу сказать. Нет, спокойствие, нет, я поймала баян. Спокойствие всегда есть, вот это спокойствие, когда у тебя есть какой-то запас. НЗ. Никогда его, честно скажу. У вас нет НЗ? Особого не было, текущие расходы, что-то нужно, там, родственники помочь кому-то. Никогда не копил, честно. Не копили? И не получалось, наверное, быстрее раздавал столько... То есть вы такой, получается, человек, что есть сегодня, вы живете сегодняшним годом? Как раз это и говорит о том, наверное, что я не бизнесмен, я больше общественный деятель, мне легче раздать. Дети, может быть, немножко другие. Я нет, и меня поздно переделывают. Скажите, а почему ваша дочь выбрала иностранное образование? Она не иностранная, она училась здесь, она получала только один год там магистр. То есть она, она закончила... Бакалавра заканчивала университет здесь, в этом плане не... Я, наоборот, читаю, вот моя точка зрения, что дети до последнего должны быть с родителями. До последнего быть с родителями для чего? Чтобы избежать каких-то неприятностей? Избежать неприятностей, плюс все равно радость общения с детьми, понимаешь, что все равно они же потом женятся, замуж выйдут и практически выйдет не будешь, раз. Второе, ну, моя точка зрения, там, ну, может, у меня крепшие организмы. Я все-таки считаю, базовое образование лучше у нас получать. А там уже потом закрепить язык, получить магистра и вернуться сюда. Ваши дети сейчас живут все здесь, в Астане? Работают? Да. В нацкомпаниях, в частном секторе, в частном бизнесе? В частном бизнесе. В частном бизнесе. Может быть, продолжают ваше дело? Тоже в сельском хозяйстве, нет? И, к сожалению, да. К сожалению? Почему? Ну, я шучу, наверное. Мне кажется, вы лукавите. Что значит, к сожалению? Нет, чтобы было понятно, я не к тому, что, к сожалению, сельским хозяйством нужно заниматься, у меня присказка такая. Поэтому абсолютно нормально занимаются. Сельским бизнесом? Сельским хозяйством, да. У меня живут родственники в ауле, да. И вот вы знаете, жанаркинский кумыс очень вкусный. И я всегда прошу, чтобы мне передали. Я говорю, почему вот вы, вот сколько в день вы собираете? Мне говорят, ой, мы можем этих баклажек там по 10 штук каждый день надоить. И вот у нас кумыза очень много. Мы консервируем, да, и в подвале храним. Я говорю, ну, этот кумыс очень ценный в Астане, да, его будут разбирать. Почему вам, ну, как-то вот не привозить его здесь и не продавать? А мне говорят, ну, потому что мы не можем, у нас вот доставка. То есть неужели действительно сегодня вот у людей есть сырье, да, есть что продавать. То же самое мясо очень вкусное, да, кумыс, сметана, молоко. Но у людей, они не знают, как это вообще делать. Вот кто их обучает, образовывает. То есть на самом деле, когда ты живешь в ауле, весь, ну, как бы всю свою жизнь. Абсолютно правы, мы немножко увлеклись как раз большими проектами, а как раз сельхозкооперация. Запад же живет за счет сельхозкооперации, у них нет больших компаний. У них как раз мелкие фермеры, которые потом объединяются в общественное объединение, которые являются с бытовыми организациями. Мы этот момент чуть-чуть упустили. Президент нам четко на это указал. В этом году он нам сказал быстро разработать закон по сельхозкооперации. Я думаю, то, что вы говорите, я думаю, убежден. Два-три года мы эту ситуацию изменим. То есть людям будет, куда отдавать это все? Да, но будет как? Мы людям дадим условия, чтобы они сами создавали вот эти сбытовые организации, которые собирали бы с частников и занимались сбытом этого продукта. А в системе образования этот человек на кого должен учиться, чтобы потом грамотно продавать свою сметану? Это же обычный человек, который дует свою корову. У нас вообще культивируется такое образование? У нас культивируется там юриспруденция, что там еще? Экономическое образование. Экономическое, да. Для того, чтобы всем этим заниматься. Когда наша молодежь пойдет учиться на фермеров, если для этого нужно высшее образование? Не знаю. Будет потребность? Пойдут, и люди появятся. Все будет. Но они же не могут из воздуха появиться. Это же надо уметь. Чуть-чуть образование, но в первую очередь должны быть мозги соответствующие. Есть у нас люди в этом плане, с точки зрения талантов у нашего народа, железным уже не занимать. Посмотрите, первые бизнесмены плеяды, которые появились, будут и следующие. Понятно, что это тяжелая, рутинная работа, но я не переживаю за это. Ромен Лизович, мне кажется, что вы складываете впечатление, что вы человек, который каждый день чему-то учится. Нет, есть вещи, по которым я ленюсь, и железно не дорабатываю. Поэтому такой я. И туда, и сюда. За знаниями куда ходите, ездите, где вы их черпаете? Читаю очень много всяких аналитических статей. Три года назад закончил экзекьютив MBA. Какой-то там диплом получил. Какой-то там? Ну, я шучу, конечно. Нет, отучился. Это вы где отучились? Жизнь заставляет в Москве, если институт бизнеса, деловое администрирование. Мне кажется, жизнь заставляет. Скажите, а 15 лет? 15 лет сидеть на одном и том же кресле. Вы точно знаете, что летом у вас... Каникулы. ...отпуск, каникулы. Осенью вы опять приходите, и вы каждый день слушаете ваших коллег. И каждый день вы видите одни и те же лица. Вот скажите, и это мой первый вопрос, насколько это нескучно, скажем так. Потому что все-таки кажется, что человек ищущий, человек, который хочет что-то дальше делать, но мне кажется, он как-то ищет другие пути для развития. Это, на мой взгляд, я могу быть не права. Меняет профессию, да. Ну, мне так... Я так просто по себе, не по кому другому, потому что мне обычно бывает скучновато одно и то же делать, и я перекидываюсь в какую-то другую отрасль. Вот, а как вам? Целых 15 лет? Абсолютно нет. Никогда не было скучно. Все время люди общения раз, обстановка экономическая меняется два, приходят новые законы три. И это такой очень живой организм. То есть здесь нет такого, что одно и то же. Еще раз, смотрите, там один кризис, там второй. Тут и таможенный союз. Вот эти все вещи, там, обстановка в мире меняется, и в соответствии с этим меняется и наша работа. Точно могу сказать, никогда скучно не было. А почему вот у вас есть такое словосочетание в вашей профессии закона творчества? Причем здесь закон и творчество? На самом деле... Закон творить? Ну, как происходит закон? Или относиться к закону как к творчеству? Как происходит рождение закона? Правительство, как правило, вносит закон на проект, а потом мы над ним начинаем уже, над тем, что сотворило правительство, уже мы начинаем творить дальше, потом передаем в Сенат. Поэтому это реально, наем абсолютно правильно сказали, это больше творческая работа. А вы сами по себе вообще творческий человек? Вот, то есть, помимо законов, может быть, на гитаре играете, поете, на дамбре, барабанах? Играл, пел, сейчас реже, правда... Тогда девушек надо было кадрить тогда, да? Нет, я думаю, что... Ну, раньше человек, который на гитаре играет, это же первый парень на деревне был? Нет, наверное, другая была, там ансамбль какой-то создавали тоже. Сейчас, правда, дочь подарила гитару на день рождения, начинаю опять по-новой. А так, ничего такого, книги, телевидение. Вот как вы отдыхаете? У каждого человека должен быть какой-то допинг, мне кажется. Кто-то вот идет в караоке поет, кто-то идет в футбол. Ну, стараюсь по возможности играть в теннис. Для меня теннис, это, наверное, опять же, вот теннис, сильно заболели плечи, начался артрит плечевого сустава, где-то я в свое время там боксом занимался, где-то продуло, наверное, все, начали болеть кости. Самое правильное, что мы идем к доктору, начинаем пить таблетки. Я пошел к доктору, связалось три способа. Вот есть таблетки, но они анаболические, их будете пить, там прочее, но есть побочный эффект, болеть не будет. Есть второй, будем ставить укол раз в полгода, точно вот туда тоже. Ну, если промажем, еще раз поставим, но тоже болеть не будет, раз в полгода, но подсаживаем тебя. Ну, есть третий способ, надо же каждый день давать нагрузку на плечевой пояс. Все, я вот в силу, наверное, своей ленности и нелюбии к лекарствам выбрал третий вариант. Все, теперь же вот, как бы нагрузку на плечи дал, но это было лет 8 назад, сейчас пока не болит. У вас очень интересное имя и очень интересное отчество. Отца зовут вообще правильно, отца зовут Риза, а отчество Ризаевич, потому что, наверное... А, я думаю, Риз зовут. Нет, нет, правильно, Ризаевич. Все, 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 поняла. Но так как, когда писали отчество, я проживал на территории России, и там записали в этом. Все, с отчеством понятно. А отца зовут Ризаевич. А отца зовут Ризаевич. А отца зовут Ризаевич. А отца зовут Ризаевич. На самом деле, моя бабушка была очень набожная, и она всех нас троих. У меня есть две сестры, там это имена арабские. Одной сестры Камарья, другой Нюранья, и меня зовут Рамин. А своих детей вы также назвали, интересно? Да, что-то... Как зовут ваши детей? Дочь Раида. Раида? Раида, да, это тоже арабское имя. Ну, наверное, легкий язык, наверное, у папаньки, поэтому всех зовут на букву Р. Рината Руслан Раида. То есть вы в честь себя назвали детей? Ну, вас Румин и детей на букву Р. Да, наверное, амбиции переиграли, да. Ну, вы себя вообще любите? Но дети не жалуются, по крайней мере, внешне. То есть вы себя считаете таким симпатичным, интересным? Не-не-не-не, я ищу тот фрукт, поэтому такой же обычный человек, но с детьми общий язык нахожу. Но недостатки у вас есть? Ой, да море. Мог бы делать больше раз до сих пор своему стыду, но в совершенстве не владею казахским языком. Это 100% моя недоработка. Ну, наверное, больше мог бы времени более системно, наверное, помогать родственникам. Я помогаю, это постоянно происходит, но так, чтобы постоянно всех обзванивать, там всех поздравлять с днем рождения, спрашивать, как дела, но что-то в этом плане недорабатываю железно. Поэтому читаю, я считаю, но раньше я читал по 400 страниц в день, то есть это была норма, сейчас меньше, тоже считаю, немножко ленившись. Это не недостатки, это такие недостатки, но это такие вот недостатки, которые можно простить. А вот прям серьезные недостатки есть какие-то? Не знаю, наверное, окружающим всегда виднее со стороны. Я точно считаю, что они есть, пороков нет, никаких вроде бы так за собой не замечал, но недостатки точно есть. Еще раз говорю, мог работать больше, с точки зрения не времени, а отдачи. Немножко перебью вас, вернемся к парламенту. Наблюдая вас по телевизору, наблюдается практически 80% патриархат в парламенте. Сколько сейчас женщин в парламенте? Нет у нас потихонечку. Действующих депутатов. Потихонечку ситуация меняется, уже к 30% подбираемся. А сколько всего депутатов у нас? У нас 107. 107, из них 30 женщин. Да, более 30. Уже более 30? Да, нет такого патриархата. Уже нет. Около 30. Ну, почему все равно патриархат. Когда будет 50 на 50, тогда будет гендер. Вот видишь, как мужчины говорят, нет никакого патриархата, 30 на 70. Нет, вы поймите правильно. Я, Боян, я говорю, Боян, я говорю, как депутат, который был и 4 созыва назад, тогда у нас вообще было... Не было женщин. Не было женщин практически, там двое-трое было. И сейчас тенденция растет, это нормально. Но поймите правильно, вы вот в своем стремлении все должно быть на равных. Это же тоже не совсем так. Не совсем правильно? Не обязательно должно быть вот 50 на 50. Там кто-то разбирается в шахтерских делах, кто-то в медицине. В первую очередь нужно подбирать по профессиональным качествам. А уже потом... У нас тоже есть специалисты в этой области среди женщин. Только я могу сказать, у нас патриархат среди телеведущих. Практически одни девушки. Красиво, очаровательно. Вы захватили здесь всю свою... Ну правда. Посмотрите на наших операторов. А вот и я. Я говорю, среди дикторов. Вы захватили это. Но мы же не обижаемся. Мы считаем это правильно. Вы делаете свою работу лучше, чем это дело... Ну там может быть... То есть вы считаете, что все-таки мир в кармане больше у мужчин? Ну по, скажем так, по степени там IQ хорошо. Он же все равно выше. Не IQ. С точки зрения... Но вы сказали, что каждый должен заниматься своим делом. Но почему должно быть все на равных? То есть мы, женщины, на телевидении смотримся более гармоничнее, нежели женщина в депутатском кресле? Вы знаете, когда исчезнут, там, наверное, там будем жить через несколько веков, когда там не будет там войн, там не будет проблемы, там кто должен принести в дом мясо, там с точки зрения защиты там не будет. Все равно у мужчин в этом плане функция, она более... которая идет не то, что они хотят, которая идет от природы. Но вы восточный человек, да? То есть вы считаете, что хозяин это мужчина? Не считаю. Но ваша супруга, она работает или сидит дома? Нет, не работает. Вопрос в чем? Мужчина тот человек, который должен приносить в дом мясо и зарабатывать деньги. Сейчас женщина тоже может приносить домой мясо и зарабатывать деньги, поверьте мне. Я считаю, это функция. Ну, моя, что-то, по сожалению. В этом... Не, я абсолютно считаю, что есть специальная женщина. Но еще раз повторюсь, исторически всегда было так. И все равно мужчина несет на себе большую социальную ответственность. С точки зрения воспитания детей, железно я перед женщинами преклоняюсь. У них то, что вот все материнство сидит. Понятно, если нам мужикам доверить, испортить все. Вы мужчина правильного воспитания вот из тех времен, да? То есть, когда действительно все мужчины так думали. Вот, к сожалению, нынешнее поколение молодых мужчин, и Баян правильно говорит, что сейчас молодые девушки могут и принести и мясо, и обеспечить и мужа, и многие молодые мужчины, как бы, не секрет, что если раньше девушки искали себе богатого жениха, а сейчас молодые парни ищут тебе богатую невесту. Это же правда? Бывает. Я думаю, это издержки производства. Все равно Казахстан, все равно Казахстан, он больше тяготеет именно вот не к Европе, а к тем традиционным ценностям, которые есть. И я очень надеюсь у нас вот это напасть. Но отдельные моменты есть бы, но я думаю, проскочим. Но тем не менее, ваша дочь повысила свое образование в Англии, а там с этим делом вообще вопросов нет. Платит девушка сама за свой ужин, обед. И там это нормально абсолютно? Ну, на ней-то не сказалось. Ну, посмотрела, получила липло, вернулась в Сурн, она считает, что у нее какая была, не была, она слушает мужа. То есть по каким-то вещам последнее слово. Но они договариваются хорошо. Наверное, по каким-то вещам последнее слово. Но если у нас появится партия феминисток, вы будете, скажем, ярым противником этой партии. Не должно быть партии феминисток, либо партии мужчин. Должна быть идея. Идея какая-то. Идея у феминисток одна. Равноправие. Хотим в парламент 50 на 50. Это идея феминисток. Давайте так, чтобы дворников было 50 процентов. Особенно грузчиков на разгрузке цемента тоже должно быть 50. Должно быть. Но оно же так. Но нельзя в этом плане дойти до... Нет, тогда извините, пускай мы здесь сидим и думаем, детей воспитываем. Вы вообще категорически против, чтобы в депутатском корпусе было 50 процентов? Нет, Даша. Ни в коем. Не дай бог. Не дай бог. Я еще раз говорю. Депутатская работа, где не зависит от пола. Здесь нужно смотреть по профессиональной принадленности. Но есть профессии, где изначально... Но вы смотрите, вы же 15 лет в парламенте. Вы запускали туда женщин по одной буквально. То 2, 3, 4. Сегодня 30. Да что значит запускали? Это как раз благодаря вам вы расцвели, вы начали больше занимать... А для этого что? Не было женщин? Нет, нет, нет. Вы расцвели не с точки зрения как ваша деловая активность. Расцвела, все понятно. То есть там больше расцвели. Созрели, да? Абсолютно это нормально. Скажите, а какой возрастной ценз женщин-депутатов в парламенте? Цензу нет, но он обычный. Ну, там есть женщины 35-летние, 40-летние или все-таки от 50-ти и выше? Вы знаете, все-таки депутатство подразумевает, это должны быть знания и с определенным жизненным опытом. Потому что писать законы и понимать, как они потом будут воздействовать на общество, здесь без всяких обид, но это немножко такая взрослая профессия. То есть вы считаете, что Алина Кабаева не должна сидеть в Госдуме? Нет, всегда должны быть лица, которые являются... Кстати, в Госдуме действительно очень много интересных, ярких лиц. Там и оперные дивы, гимнастки. Согласен, просто у них 450 человек, нас больше, чем в 4 раза. Молодых девушек у вас нет. Молодые мужчины есть, а молодых девушек нет. Нам всем работать надо. Если бы нас, может быть, было бы 500, кто-то... У нас молодые девушки, у них производительность у нас в 3 раза выше. Кто-то... И все разговаривает. То есть вы думаете, что в Госдуме они не работают? Нет. Наша задача все-таки именно писать законы каждый день, вечер, утром. Это скучно, неинтересно. Но плюс к этим законам не просто писать, нужен жизненный опыт, для того, чтобы эти законы правильно... Вот смотрите... А у молодых нет жизненного опыта? Он у них другой. Но с точки зрения мудрости, все равно мудрость – это возрастная вещь. Бывают, конечно, маленькие дети мудрые, но это там редко. Мудрость – это возрастная вещь. Но вот если бы взяли молодую, скажем, балерину или гимнастку, закон о том, что танцоры балета должны танцевать до 65 лет, его бы точно не было. Которые уже сколько лет рассматриваются, сколько лет вам запросы посылаются. Не факт. Один человек бы не сыграл бы. Даже если бы... Даже если бы Майя Плесецкая была бы среди нас депутатов. Все равно они танцевали бы до 65 лет. Почему? Она все равно лоббировала бы. Она бы лоббировала, но есть еще результат. Есть общая экономическая ситуация. Есть понимание, нужно ли для отдельной категории писать. Но у них все равно чуть-чуть раньше они уходят. Это факт. Поэтому... Но даже если в 60-е... Вы представляете, артисты балета в 60 лет? Согласен. В том-то и дело. Согласен. А это же в ваших рук дело. Нет, это дело в том, просто потому что нет артистов балета в парламенте. Некому за них... Дорогие мои, ну тогда, если исходить из вашей несокрушимой, всегда правильно женской логики, мы должны с каждой профессией по одному представителю... Это невозможно. Еще раз. Должны приходить... Должны приходить юристы. Депутаты... Депутаты... Это профессиональная работа по написанию законов. Поймите правильно. Но законы для всех... Завтра суперхорошего... Кого-то спортсмена, возьмите прочее, и посадить его, писать в трудовой кодекс. Ну, представляете, что получится. А у нас будет спортсмена. Они есть, они должны быть как алицетарины, но они не должны составлять... Они тоже включаются в работу. Но им гораздо легче включаться в работу, сидя рядом с нами. А представь тебе, все 100 человек будут спортсмены, артисты. Здесь все 100 человек будет. Нас мало. Нас мало. , нас всего 100 человек. Если увеличится количество, будет место... Непрофессионалов туда не пускают. Непрофессионалы... Ну, непрофессионалы могут работать рядом с профессоналом. Не мечтай хорошо попасть в... Да я вообще даже не мечтаю. Я до 40 лет решила работать на телевидении, поэтому у меня впереди столько... Ничего страшного. Я думаю, Динара бы нисколько не испортила И Баяма тоже бы Но вы нас не зовете Все зависит от соотношения Еще раз повторюсь Основная масса должна работать Кто-то должен быть брендом, кто-то должен быть лицом Я с вами абсолютно согласен А кто у нас в парламенте бренд? Вот вы бренд? Я точно нет В первую очередь это Даригана Султановна Согласитесь Отличный бренд Среди мужчин Тоже мухтар теники Можно еще есть Чтобы никого не обижать Самых ярких Спасибо, что вы сразу же согласились Вас не пришлось уговаривать Это очень приятно Сегодня у нас в гостях был депутат парламента Рамин Маддинов И с вами были вновь в нашей скай-студии Баян Исентаева Динара Саджан И мы благодарим наших партнеров Салон мебели Люссо И строительную компанию Доступные квадраты Всего доброго Увидимся через неделю Спонсор программы Строительная компания Доступные квадраты С жилым комплексом Пана Расположенный в тихом и уютном районе столицы Жилой комплекс Пана Это первое в своем классе жилье В стоимость которого входит мебель и бытовая техника Подробности на сайте Пана-хом.кз Компания Люссо Это мебель и аксессуары От лучших итальянских производителей Сичис, Капеллини, Тосканова Сделанная вручную и по индивидуальному заказу Мы представляем вам лучшие интерьерные решения И качества Гарантированные европейскими стандартами Люссо Это роскошь, достойная вас Редактор субтитров А.Семкин